Михаил Иванович Найдич родился в 1970 году в деревне Круний Сморгонского района. В 1988 закончил Сморгонское профессионально-техническое училище номер 128. После службы в вооруженных силах в 1990 году устроился водителем Сморгонское районное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства. За 13 лет работы на данном предприятии прошел по профессиональной лестнице от механика до заместителя директора Сморгонского районного унитарного предприятия жилищно-коммунальное хозяйство. Я работал водителем уже, а он только устроился, помогал ему переоборудовать машину под самосвалы, работали вместе на самосвалах. Ну помогал ему во всем работать, подписывать путевые листы, все остальное, ну как положено. Как дружили, так и дружим. Он меня уважает, я его уважаю. И между нами нет никаких проблем. Для меня он как просто друг и товарищ. Он требовательный не только к рабочим, но и к себе тоже. И вообще я поддерживаю его во всем. В 2008 году назначен главным инженером Сморгонского ЖКХ. Затем три года отработал начальником дорожно-ремонтно-строительного управления номер 134. Михаил Ивановичем в тесной работе мы с 99-го года, когда я пришла на работу сюда. Мы с ним земляки, росли фактически вместе. Поэтому я чувствовала поддержку, с какими-то вопросами, возможно, обращалась, чтобы тоже найти себя на этом предприятии. Если мы имеем возможность, если мы можем что-то гарантированно дать нашим работникам, то все у нас получается. Это очень приятно, когда люди чувствуют вот это, что о них заботятся. С 2014 года и по настоящее время является директором Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство». Мне, как руководителю жилищно-коммунального хозяйства, было оказано доверие для принятия участия в 6-м Всебелорусском народном собрании. И я этим горжусь. В 2020 году закончилась пятилетка. Планы развития жилищно-коммунальной сферы в основном уделялась на комфортное жилье. Комфортное жилье туда что входит? Это строительство станции без железа. Это же раздельный сборствор сырья. Это же строительство сетей, как водопроводных, так и канализационных, и строительство тепловых сетей. Что касается по нашему предприятию, то в конце, в завершении этой пятилетки неплохо мы сработали по строительству станции без железа, по прокладке тепловых сетей. И в конце года мы получили от оператора вторичных материальных ресурсов, четыре новые мусоровозы для раздельного сбора мусора и для частного сектора города мы получили 5250 контейнеров. А планы, которые намечены на следующую пятилетку и на этот год, то же самое. У нас основная задача это добиться качественных оказываемых услуг населения, приобретения нового оборудования, приобретения новой техники, что повлияет на экономию электроэнергии, уменьшится себестоимость геокалории, уменьшится себестоимость куба воды. За прошлую пятилетку мы вторые в области добились показателей по водопотреблению. Мы сегодня с районного бюджета не получаем дотации. Работа идет, движется, планы намечены, бизнес-план защищен. Те поставлены задачи, которые требуются на этот год, мы выполняем, а то, что было поставлено на прошлую пятилетку, мы сработали неплохо. Я хочу, чтобы в городе был парадок, как везде у каждого дома, чистота, уют, чтобы приезжая в город Сморгонь, люди всегда радовались. На сегодняшний день один в поле не воин, а должна быть, как на предприятии, хорошая команда и отличный тыл, то же самое должно быть и везде. Тогда будет чистота, парадок и дисциплина.